Массовая атака майских жуков в Казани. Под покровом панциря. Все о жизни черепах. А вы уже готовы к Пасхе? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Анастасия Дворнова. Согласно распоряжению президента Российской Федерации, благодарность объявлена ординатору Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, врачу станции скорой медицинской помощи Казани Амару Хусейну. Награду ему вручал Раис Татарстана Рустам Мениханов. Благодарность за высокий профессионализм и проявленную самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях Амару Хусейну была присвоена еще в начале года. А церемония награждений состоялась в Казанском Кремле и была приурочена к празднику Весны и Труда и Дню Победы. Уже с середины апреля Казань массово атакуют майские жуки или хрущи. Доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев объяснил природу данного явления. Середина апреля в солнечной столице Татарстана началось нашествие майских жуков или хрущей. Резкое появление насекомых в апреле сколыхнуло общественность, однако эксперты спешат умерить беспокойство. По словам доцента кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николая Шулаева, причина тому аномально раннее потепление, которое наблюдали жители Казани в этом году. В этом году, поскольку аномально раннее, достаточно весна, то первые жуки появились уже в середине апреля. Ну и поскольку в этом году в Казани жуки появились уже в середине апреля, значит, видимо, к середине мая уже мы можем, либо будут единичны, либо они вообще исчезнут. Перед тем, как выйти наружу, личинка развивается три года в почве. Для раннего появления жука необходимо, чтобы на протяжении всего периода роста были благоприятные условия. После вылупления взрослая особь живет на протяжении месяца. По словам этмологов Казанского университета, для человека майский жук не предоставляет опасности. Однако хрущ является вредителем сельского и лесного хозяйства, так как поедает самые разные растения. Молодые жуки, которые вот сейчас появляются, они как раз питаются вот этими молодыми листочками березы, дуба, липы, клёна. Но больше всего любят дуб и березу, вот это вот они предпочитают. Могут, в принципе, и яблони питаться молодыми листочками и тоже вредят, но только уже вот насаждениям лесным и в парковых зонах. Вспышка насекомых характерна пока только для Казани. Эксперт объясняет это тем, что в городской среде всегда теплее, чем за ее пределами. Где почки распускаются позже, следовательно, и жуки выходят из почвы с задержкой. В Высокогорском и Зеленодольском районах, по сообщениям его коллег, такие нашествия пока не были замечены. Яна Яковлева, Адалина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Черепахи в том виде, какими их можно увидеть сегодня, появились 200 миллионов лет назад, когда по земле ходили динозавры. На нашей планете существует около 335 видов черепах, обитающих на суше, в морях и океанах, реках и озерах. Подробнее об этих необычных и древних рептилиях расскажет наш корреспондент. Черепахи – древние обитатели нашей планеты, чья история насчитывает миллионы лет. Изучение эволюции и адаптация этих удивительных существ позволяет нам понять, каким образом они смогли выжить и процветать в разнообразных условиях окружающей среды. В зависимости от своего образа жизни, черепахи делятся на водных и сухопутных. Первым относятся морские черепахи, которые обитают в морях и океанах, питаются в основном водорослями. А также пресноводные черепахи, которых можно увидеть в реках, озерах и болотах. Они питаются насекомыми и растениями. Сухопутные же обитают на суше и проводят большую часть времени там. Они могут быть разнообразными по внешнему виду и образу жизни. Вообще, группа черепах – это очень древние рептилии. Вообще, они произошли, наверное, на заре Триасового периода. То есть, это уникальное время, когда на Земле формировались не только современные черепахи, но и такие хорошо известные группы рептилий, как крокодилы и динозавры. Дело в том, что появлению этих групп предшествовали самые разнообразные, достаточно драматичные события. Это, например, глобальное вымирание на границе Пермского и Триасового периодов, когда на Земле вымрало колоссальное количество самых разнообразных форм животных, как позвоночных, так и безввоночных. И это привело к образованию большого количества пустующих экологических ниш. Одной из ключевых особенностей черепах является их панцирь. Защитная оболочка, которая играет важную роль в сохранении жизни. Панцирь черепах состоит из того же, что и наш скелет. То есть, кости – это в основном ткани, пропитанные разнообразными солями кальция и фосфора. Как раз эти элементы входят в состав всех костей позвоночных. Таким образом, их панцирь не является уникальным по химическому составу. Можно сказать, это те же самые кости, которые разрослись и окружили тело черепахи и дали ей защиту. То, что мы видим сверху – это кератиновые чешуйки. Интересно, что у различных видов этих рептилий форма и размер панциря могут сильно различаться в зависимости от их экологических особенностей. Как мы вот видим, формируется вот такой вот мощный панцирь, который дает им ряд преимуществ. То есть, это защита. Ну, конечно, это универсальная защита. Какие-то хищники, конечно, могут и прокусить этот панцирь. Но от большинства хищников он вполне себя надежно защищает. И, по всей видимости, это именно то изобретение черепах, которое позволило им пережить даже тех самых динозавров, с которыми они жили сотни миллионов лет бок о бок. Многие виды черепах имеют сложные стратегии размножения и защиты потомства. После спаривания самка черепахи откладывают яйца в специальных гнездах или в окружающей среде. У разных видов черепах могут быть разные стратегии для защиты яиц и инкубации потомства. Например, некоторые виды могут рыть норы, а другие могут просто закапывать яйца в песке. Большинство черепах не обладают высокой степенью родительского ухода. Но некоторые виды все же проявляют заботу о потомстве. Например, черепахи могут тщательно ухаживать за молодняком после вылупления и обеспечивать им защиту и пищу. Резида Каримова, Софья Чигунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Наверное, многие заметили, что на полках магазинов стали появляться наборы бумажных пекарских форм для выпечки куличей. Декоративные прищепки в виде цветов, сердечек, свечи, наклейки и многое другое. Все это означает одно – приближается Пасха. Об истории праздника и его традициях расскажем в следующем сюжете. Пасха. Один из самых ярких и радостных христианских праздников, который отмечается во многих странах мира. Он связан с воскресением Иисуса Христа и символизирует победу света над тьмой. В этот день те, кто не был на всеночной службе и не ходил в храм в субботу, могут осветить куличи и яйца в церкви воскресным утром. Как правило, освящение проходит на церковном дворе, чтобы вместить всех желающих. Люди приносят кульки и корзины с продуктами. Пасха – вообще праздник, который является одним из основных праздников христианства. Пасха, согласно канонам, празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием. И почему меняется на самом деле дата Пасхи? Потому что в вычислении даты Пасхи необходимо совместить три календаря. То есть первый – это лунный календарь, который, как вы помните, отличается от солнечного примерно на 11 суток с небольшим. Соответственно, солнечный календарь и календарь гражданский, который распределяет дни по дням недели. Пасхальные куличи – главное угощение на семейном застолье. Традиция выпекать особый хлеб у древних славян была во многом связана с сельскохозяйственными работами. Именно поэтому пекли его весной, то есть в то время, когда только начинается посев. Очень много спекуляций есть по поводу формы кулича и так далее. Собственно, что такое кулич? Это круглый хлеб, который печется на Пасху. На самом деле трактовка кулича достаточно простая. Во время Тайной вечери, как вы помните, Иисус Христос объявил хлеб, собственно, преломленный на этом событии телом своим, телом Христовым, телом Божиим. И позднее, после явления Христа, его ученикам, когда они собирались вместе, они оставляли одно место для него и, собственно говоря, ставили там хлеб. Собственно, как олицетворение тела Христова. Высокие издобные, с изюмом, цукатами или орехами. Печь куличи хозяйки начинают за несколько дней до Пасхи. Печется он издобного теста, часто с добавлением изюма, кураги, сушеной клюквы и вишни. Кулич может быть большим или маленьким, но обязательно должен быть высоким. Чаще всего его декорируют глазурью, орехами и сахаром. У меня паслят сыры с куличами, которые печет моя бабушка. Естественно, с яйцами. Чтобы их покрасить, нужно взять лук, снять с него шелуху, ее немножечко поварить, опустить туда яйца, и они приобретают такой приятный кирпичный оттенок. У меня очень религиозная семья, и мы каждый год по традиции, папа приходит после службы, он приносит уже, получается, яйца, всякие куличи, Пасхи, которые уже батюшка посвятил. И мы встаем где-то в шесть, может даже раньше немного, мы все вместе едим, а потом уже как бы обычный день происходит. Каждый год мы с утра едем к бабуле, она с вечера готовит пироги с рыбой, с луком, с яйцами. И как раз-таки мы еще сами привозим крашеные яички, мы их с вечера тоже подготавливаем. Каждый год сначала покупаем краску, и вечером всей семьей их красим. Еще один известный символ Пасхи – яйцо. Традиционный цвет скорлупы – красный, но есть множество других оттенков и способов, как украсить яйца. Самый простой способ покрасить яйца на Пасху – воспользоваться готовыми красителями, которые продают в магазинах. Их выпускают в виде сухих порошков, гелей, паст или таблеток. Еще несколько десятилетий назад, когда в широком доступе не было пищевых красителей, яйца красили с помощью натуральных продуктов. В ход шло все, что могло украсить скорлупу – свекла, крапива, березовые листья, луковая шелуха и многое другое. Сейчас многие также используют народные методы окрашивания, а красивые и необычные узоры создают с помощью гелевых красителей и бумажных салфеток. Наша Пасха начинается еще с вечера субботы, когда мама достает красную шелуху, мы вместе красим яйца, также печем пироги с рыбой, с яйцами. Это вообще самый семейный праздник в году, как я думаю, даже больше семейный, чем Новый год. Иногда мы приходим также к бабушке, и она уже угощает нас своими сладостями. И в воскресенье мы все стоим в 5 утра, кто-то постарше уже ждет гостей, а кто-то идет только по первым стопам и собирает подарочки. Я из маленького города, у нас есть такая традиция, что мы в детстве рано с утра ходили по квартирам, стучались, и нам давали конфеты, яйца. Мы едем в село к родственникам, к бабушке, к дедушке, вот и там все вместе у нас вечером застолье, праздник. Еще одно блюдо, украшающее стол – Пасха. Она готовится из творога и только один раз в году на праздник. Полагается брать творог самого лучшего качества – свежий, сухой и однородный. К ингредиентам относятся также сливочное масло, сливки или сметана, изюм. Иногда в Пасху добавляют миндаль, цукаты, изюм и другие пряности. Пасха – прекрасный праздник, во-первых, семья наливается счастьем, потому что каждую Пасху, пока я жил с родителями в своем родном городе, я спускался на первый этаж, видел, как весь стол украшен пасхальными яйцами, куличи и вся еда. Мне очень нравился пирог. Для меня это было близкое, приятное ощущение того, что вся семья сплочается, мы сидим все за одним столом, завтракаем. Всегда готовила с мамой куличи, но в этом году, к сожалению, нахожусь вдали от своей семьи, и поэтому буду готовить пирог с луком и яйцом впервые в жизни. Впервые в жизни буду готовить одна, и для меня это очень волнительно. Очень волнительно, почему? Потому что все-таки без семьи как-то тяжеловато переносить такой семейный праздник. Буду по ним очень сильно скучать и вот кушать, и вспоминать. Пасха, в первую очередь, для меня это семья, это встреча и повод для того, чтобы всем нам увидеться. Каждый из стран символы и традиции праздника свои. Несмотря на их разнообразие, именно они становятся отличным поводом для совместного времяпрепровождения и укрепляют семейные ценности. Дмитрий Ушанкин, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. В голубом зале Казанского федерального университета прошла встреча проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева с делегацией Республики Каракал-Пакстан. Во главе с заместителем председателя Совета Министров Республики Каракал-Пакстан Байрамом Утимаратовым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные и перспективные направления развития сотрудничества. Также Тимирхан Алишев рассказал гостям об истории университета. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!